Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и сегодня 26 июля стали появляться сообщения о том, что в Казани полиция прикрыла несколько офисов имеющих отношения к компании Квестра Ворлд и Агам. Вот, пожалуйста, Татаринформ 26 июля 2018 года. Казани прикрыли очередную финансовую пирамиду, которую обещал до 200% годовых. Ущерб от действий коммерческой организации превысил 1,5 млн. рублей. В Казани прикрыли очередную финансовую пирамиду, сообщили Татаринформ в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Республики Татарстан выяснили, что с мая по август 2017 года в Казани функционировала финансовая организация, которая обещала своим вкладчикам баснословную прибыль от 100 до 200% годовых. Еще одним приятным бонусом были выплаты за каждого вновь обращенного. Суммы обещали значительные, от 5 до 15% от вклада. Сотрудники Управления пресекли незаконную деятельность пирамиды. В Казани были закрыты три офиса финансовой организации. По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности компании составил 1,7 млн. рублей. Следователями было возбуждено дело по статье мошенничества. Если вина организаторов бизнеса будет доказана, им может грозить до 10 лет тюрьмы. По данным информационного агентства Татаринформ, речь идет о компании Atlantic Global Asset Management. Новость на эту же тему на канале РБК. В Казани выявили финансовую пирамиду, собравшую более 1,7 млн. рублей. Полицейские пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, имевшей в Казани три офиса, и собравшись с граждан более 1,7 млн. рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факты мошенничества в деятельности одной из финансовых компаний. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что с мая по август 2017 года подозреваемая под предлогом инвестиций в финансово-коммерческую деятельность одной из зарубежных компаний организовала прием денежных средств граждан под проценты, сообщила пресс-секретарь Люция Тимиргалиева. На фоне скромных ставок по банковским депозитам условия, предлагавшиеся финансовой компанией, были сказочными. Процентная ставка составляла от 100 до 200% годовых. Для обслуживания клиентов в Казани было открыто аж три офиса. Народ заманивали не только дивидендами. Как установили оперативники, за каждого нового вкладчика представители компаний выплачивали бонусы от 5 до 15% от внесенной суммы. Предварительный ущерб пострадавшим составил более 1,7 миллиона рублей. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам часть 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание предусмотрено этой статьей – лишение свободы на срок до 10 лет. Поэтому господа, которые до сих пор содержат офисы QW Eleonora Swiss Consulting и продолжают проводить презентации, несмотря на то, что вывода уже год нет, и собирают большие толпы людей на конференции, на которых выступают разные личности, которых вы видите на данных фотографиях, я бы рекомендовал вам как следует подумать о том, чем вы занимаетесь. Татьяна Тарантаева опубликовала очередной обратный отсчет, что до вывода осталось каких-то всего лишь 5 дней. Офис работает 309 Кожуховская. Я не знаю, 309 – это номер офиса или номер дома. И вот Татьяна буквально сегодня написала «Офис в Питере работает». Вот здесь мы видим офис. Тут крутые инвесторы сидят. Вон ребенка даже с собой притащили. Ну что могу сказать? Офис в Питере работает, Татьяна? Пока работает. Насколько мне известно, все офисы, которые были в Казахстане, уже закрыты. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях под данным видео, где еще офисы работают. Ну что ж, господа, август на носу. И думаю, в августе нас ждут очень интересные события. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.